Португальский остров Мадейра Наш корабль пришвартовался рано утром, и у нас есть целый день погулять по острову и насладиться красотой этого острова. Первое, что бросается нам в глаза, это фотография очень известного, популярного в всем мире футболиста. Как вы думаете, как его имя? Правильно, Кристиано Рональдо. Его очень уважают на этом острове, и, как вы сейчас заметите, его скульптура бронзовая, в некоторых местах очень потертая. Люди его очень любят и гладят. Здесь же рядом есть музей Рональдо, Кристиано Рональдо, и здесь предоставлены его вещи. И те вещи, которые он представляет по контракту. Я посмотрел, хотел, конечно, тоже купить себе как сувенир, но очень-очень дорогое удовольствие. Но есть фэны, которые не смотрят на цену и бездельственно покупают эти вещи. Этот остров посещается очень многими туристами. И, естественно, много богатых туристов оставляют свои денежки, и здесь есть что посмотреть. И сервис здесь на высшем уровне. Как вы видите, вот эти мотороллеры, это все для туристов. Они делают, провозят вас по городу, делают экскурсии. И вот я показал цены, специально показываю цены, сколько стоит экскурсии по этому городу. Здесь же на набережной выступают музыканты индейского племени. Они предлагают великолепную мелодию, предлагают прекрасные сувениры. Все это изготовлено у них в племени. Мне очень нравится архитектура этого прекрасного города. Это остров португальский. И здесь все португальское, такое старинное. Настолько все ухоженное. Узкие улочки, мостовая, мощеная дорога. И что самое важное, я хотел бы подчеркнуть. Здесь нет асфальта. Здесь все выложено мозаикой. Это как и в Португалии. Мы там были два года тому назад. И вот смотрите, здесь нет нигде асфальта. Это все выложено в мозаика. Представляете, какая это кропотливая работа. Из какой любовью все это сделано. Этот остров посещает очень много туристов со всего мира. И, естественно, город приспособился для туристов. Вы можете посмотреть, вот люди гуляют, наслаждаются этим прекрасными улицами этого города. Кстати, заметил, что люди, вот горожане очень такие приветливые, улыбающиеся. Чувствуется, что вот они рады туристам, рады гостям. А вот я прошел дальше и могу показать вам даже в скверике сделан ресторанчик, где можно посидеть, отдохнуть, попить чай, кофе или прокладительные напитки. А вот я захотел снять обычный магазин и хозяин магазина был не очень доволен этим. Этот остров также славится своими винами. Во всем мире люди знают вина фирмы Мадейра. И действительно, это великолепный вино. Я однажды пробовал, мне очень понравилось это вино. Ну вот я специально подошел к магазину. Хозяйка магазина ничего мне не сказала. Я просто стоял и снимал, вот что из себя представляет маленький магазинчик вина. И посмотрите цены. Ну цены для таких вин, конечно же, такие. Не очень малые, но и не очень большие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ВДНХ и скульптуру рабочего и крестьянки с серпом и молотом. Не правда ли? Обратите внимание на тот товар, какая мозаика, какие рисунки, какая красота, сколько труда было вложено в эту работу. А здесь предлагают электромобиль в рент для любителей самостоятельного движения по городу, по острову. Вы, конечно, можете взять в рент. Я просто не знаю, сколько это удовольствие может стоить. Но люди приезжают отдохнуть и некоторые, естественно, берут в рент и получают удовольствие. Продолжение следует... Следующий порт будет Малага, Испания. Тоже, говорят, очень-очень интересный город. А в это время на корабле проходит распродажа великолепных часов по прекрасным, прекрасным ценам. 37,99 за две пары, как мужские, так и женские. Также разнообразные косметические изделия для женщин. Субтитры создавал DimaTorzok За бортом погода нелетная, идет дождь, но на корабле всегда есть чем заняться. Тем более, что мы целый день будем в море до следующего порта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я планирую, правда, не в апреле, а в конце марта у меня будет юбилей и уже запланирован круиз моей семьей. Ну, подстроимся. Ну, отлично. А кто там из вас на сентябрь планирует в Норвежский фронт? Мы поедем. Мы были уже в Норвежский фронт. Ну, так, может быть, и мы еще раз съедем. Мы, да, 1 сентября у нас строится Норвежский фронт. А где он начинается, вот, расскажите нам, пожалуйста. И Кристина знает, наверное. Он начинается у нас нет. В Германии. Где в Германии, где? В Армюнде город. В Германии. Да. Это там что, порт? Видимо, там порт. Да, порт Вармюнде. Угу. Потому что океан. Нет, порт это... В Германии. В Германии океана не может быть. Это... Нет. На чем он стоит? Это Гамбург рядом. Средиземная моря. Рейн, наверное. Река Рейн. Ну, это, наверное, Балтика. Или Балтика. Наверное, Балтика. Значит, Балтика. Да. Потом у нас День в море. Потом идут Норвежский фронт. Вот Берген, Флам, Герангер. Потом День в море. Потом Копенгаген. Отлично. И опять Вармюнде. Так, это Балтийский круиз. Это Балтийский круиз. Балтийская моря. Да. Сколько дней? Семь ночей, восемь дней. Можно я расскажу про такую же... Конечно. В связи с тем, что это был первый наш круиз. И мне очень понравилось то, что мы можем из Финляндии на поезде приехать в Питер. Этот круиз был из Питера в Норвежские ферды и обратно. 15 дней. Это, конечно, стоило недешево. Тем более, мы взяли каюту из Балгона. Ну, как говорится, развернулись. Ну, хорошо. Корабль называется Бризиоза. Я считаю, что он на целый статус выше, чем этот корабль. Потому что он новее. Ну, тоже Коста, да? Коста. Тоже Коста. Новее. Ну, эстетичнее. Обслуживание. Обслуживание более высокое, лучшее. Ну, все будет лучше. Театральное представление замечательное. Сцена замечательная, зал. Очень много было русских актеров. Я всем девочкам рассказывала. Гимнасты, акробаты, актеры. Прекрасная организация сцены. Костюм потрясающий. И самое интересное, что без знания английского языка, мы поэтому и поехали из Питера. Русскоговорящего персонала не было. Просто была русскоговорящая группа. И мы тоже в этот раз купили рейс как раз в русской, ну, через интернет, это Drainline.ru, страница. Точно так же. Там была большая русская группа. Поэтому было очень много экскурсий для русских. Все было очень хорошо организовано. Но все было на уровень больше. Вот, допустим, у мужа началась температура. Приходим, медработник говорит на украинском языке. Бармены, даже итальянцы. Все, ну, буквально половина всех знает несколько слов по русскому. Ну, отлично. Это удобно, удобно, конечно. Очень удобно, очень красиво. Нам очень понравилось в том круизе. Так что, если кто-то хочет еще попробовать следочек. Ну, я думаю, мы спишемся. Вот этот вот, который мы поедем в Норвегию, он так и идет. Он идет из Питера, потом идет там... Мы просто в Германии садились. Там вот это. Вот на Норвегию. А потом он идет дальше вот по этому маршруту. Ну, это получается плюс еще 7 дней, которые и Питер, и Стамгольм, и... Ну, короче... Все-таки круиз это самый лучший вид отдыха для нас. Во всяком случае, благодаря именно этому круизу мы увидели много прекрасных островов, Канарские острова, но Мадейра нас просто покорил. И, естественно, сейчас есть желание приехать именно сюда, на Мадейру, на недельку. Побродить по этим узким улицам, попробовать вино и вообще пообщаться с людьми. Они... Вообще остров, ну, просто... Просто рай на земле. Я приглашаю каждого из вас поехать вместе с нами в эти замечательные круизы. Это все стало сейчас возможно, вне зависимости от страны, где вы живете. Все это стало возможно благодаря клубу Инкруизес. Если вас это интересует, пожалуйста, подпишитесь по моей ссылке, которая будет под этим видео. Если у вас есть вопросы, там же под видео есть мой скайп и мой фейсбук. Всех вам благ, всего хорошего, до встречи на круизе! Субтитры сделал DimaTorzok